Солнечный субботний утром 15 сентября в центре Омска у музея Врубеля шум моторов. Восемь отважных байкеров решили повторить путь пионеров мотодвижения Сибири. 90 лет назад состоялся первый за Уралом пробег на мотоциклах по маршруту Омск-Новосибирск-Омск. Тогда, в сентябре 1928 года, дорога заняла две недели. Надо представить, 1928 год, Сибирский тракт был, но это была проселочная дорога. Согласитесь, что сентябрь, проселочная дорога, ребята совершили практически подвиг. 90 лет прошло, мы решили проехать их же маршрутом, ну уже на современных мотоциклах, по современной дороге, и соединить опять же два города. Видите, дело в том, что этот пробег практически был, это мотодвижение в Сибири началось с Омска. Он практически первый был, ну, 1928 год, после гражданской войны, все, Харлей, два Индиана. То есть, еще мы начали историю поднимать, нигде в Сибири еще никто не ездил, то есть, на такие доли, то есть, это дальняк. Здорово, когда ребята своим железным коням и покатушкам дают новые смыслы. Да, действительно, 90 лет назад на Лечень, понятно, как доехавшим до Новосибирска, мотоцикл все-таки удалось по практически бездорожью проехать. Но я вам хочу пожелать самое главное безопасной дороги, чтобы все у вас получилось, как вы хотите, чтобы вас в Новосибирце встретили. Да, мы вас завтра в Омске будем ждать. И я думаю, что такие пробеги у нас могут, или, наверное, даже и должны стать регулярными. На следующий день, 16 сентября, мото-путешественников на площади Омской крепости встречали порядка 200 человек. Для зрителей была подготовлена культурная программа, а байкеры привезли из поездки незабываемые впечатления. И, конечно, рассказали, как это было. Погода хорошая, с погодой нам повезло. Туда ехали, вообще было солнце. Ну, обратно немножко пасмурное. Но без происшествий, все штатно, как говорится. Как в Новосибирске вас встретили? Что, какие мероприятия, может быть, были? Ну, мы приехали вечером, уже стемнело. Ну, нас накормили, напоили чаем. Ребята с мотоклуба 99% встретили нас, разместили в гостинице. Все, мы выспались и рано утром опять за руль и обратно вон. Лично вы, какой смысл в этот пробег вкладывать? Ну, как бы, популяризировать мотодвижение в городе Омске этим мотопробегом. Ну, и почтить 90-летние события. Я не собирался ехать в этот мотопробег. Я заранее-то не планировал, просто как-то собрался приехать на точку старта, проводить ребят. Ну, приехал на точку старта, такой, ну, поеду, прокачусь по трассе чуть-чуть, сопровожу их там до Кормиловки, до Калачинска. Ну, что-то как-то поехали-поехали. Тут уже и Барабинск, тут уже и Новосибирск. В итоге я попал вместе с ними туда и получался в этом пробеге. И, знаете, такое, как бы, впечатление от этого. Вроде ты просто едешь, а такое ощущение, что ты делаешь что-то грандиозное. Как 90 лет назад они ехали с вот этим фразом. Мотоцикл – это среднее звено между лошадью и машиной. И ты здесь так же едешь, и вот везешься, как бы, вот это вот, показываешь, что на мотоцикле тоже можно ехать. И, как бы, такие эмоции прям очень позитивные. И, не знаю, у меня всю дорогу, что туда, что обратно, я прям на эмоциях ехал. Этим пробегом наши байкеры закрыли мотосезон. Но уже сейчас они думают о том, чтобы сделать подобные акции регулярными.